Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. Сегодня мы вместе с вами попробуем вот такие пряники. Пряники воронежские от Хлебного дома. Пряники воронежские от Хлебного дома. И, в общем-то, тут 500 грамм пряник, полкило пряников, которые мы сейчас вместе съедим. Ура! Нежный мятный аромат. В общем, мятные пряники – это вкусно. Мои любимые пряники – это такие имбирные пряники, но мятные тоже люблю. Вот. «Чайная классика», между прочим. «Чайная классика» написано. Это пряники от компании «Фацер», Россия, Санкт-Петербург, улица Смоленская. В общем-то, всем привет из Питера. Заходите в гости к пряничной королеве «Фацер». Вообще, с «Фацером» связана забавная история. Я иногда прихожу в магазин один. Там продают всякие мясо, шашлыки. И смотрю, у них хлеб сколько стоит. 50-60 рублей хлеб. Я говорю, вы что, охренели что ли? У вас столько хлеб стоит дорого. В соседнем магазине рядом такой же хлеб стоит 30 рублей, а у них стоит 60-50. Они говорят, вот, но это же хлеб «Фацер». Он всегда такой дорогой. «Фацер» считается элитным хлебом. Да, такая позиция интересная. Хотя в другом месте он как бы стоит по-нормальному. В общем-то, да. Вот в связи с этим у меня такое отношение к компании «Фацер» такое странное сформировалось. У них, кстати, и бывает неплохой хлеб, действительно. Ну, посмотрите мои обзоры хлеба, да. Так вот, друзья мои. Содержится тут много всего. В частности, масла. Пальмовое, соевое. Ну, ничего такого страшного тут не содержится. Так что, я думаю, эти пряники можно вполне уплетать. Может содержать следы молочных продуктов. Но я как раз, вообще-то, буду его с молоком есть, эти пряники. Так что, этим меня не напугать. Открыл. Вот что там внутри. Пряничное безумие. Пахнет мятой. Да, мятой. Мятой. Дым сигарет с ментолом. И мятными пряниками он пахнет. Ну, наверное, вот есть какие-то такие запахи, которые ассоциируются только вот с чем-то одним. Это пахнут мятные пряники. Логично, да? Хорошие пряники. М-м-м. Что я могу сказать, Пятачок? Вполне съедобно. В общем, не слишком поджаренные. Я люблю поджаренные все. Но, тем не менее, правильные пряники вполне. Такой мятный вкус, но он не слишком сильный. Вы знаете, такие пряники мятные, которые прям выжигают во рту такую огромную. Ядерная война во рту случается. Ну, вот эти пряники, они довольно-таки нежные имеют мятный вкус. У них, кстати, натуральный ароматизатор мята. То есть они, видимо, настоящую мяту берут, выжимают, крошат, выпаривают и добавляют в пряники. Мята тут настоящая, но это чувствуется. Товарищ, пряники я особо не чувствую. Мой вкусовой анализатор не чувствует особо какой-то химии в них. Так что, в меру они рассыпчатые, не шибко твердые. Песочный такой бисквит. Да, пряники разные бывают. Вот эти, они более песочные. В общем, неплохо, вполне. Друзья, неплохие пряники. Давайте обсудим с вами в комментариях Хлебный дом, чайная классика, мощнейшие пряники. Обсудим компанию Фацер, элитную компанию Фацер. И вообще мятные пряники. Кто какие любит, может кто-то любит имбирные. Может у вас с пряниками какая-нибудь дичайшая история в вашей жизни связана? Или, например, расскажите мне, когда вы первый раз в жизни попробовали пряники? Сколько вам было лет и при каких обстоятельствах? Кто-нибудь помнит? Да. Вообще, в Советском Союзе пряники это был такой тоже радостный весьма продукт, который ели далеко не каждый день. Это была большая радость. Покушать их. Вот. И поэтому я их и люблю до сих пор. Мне кажется, сейчас современные дети, когда у тебя все есть вообще, ты можешь есть всего сколько угодно. Ну, что там, родители там. Ну, сказал тебе, родители купят, грубо говоря. Конечно, наверное, многие следят построже за детьми и так далее. Но смысл в том, что когда все есть, ты вот так вот, наверное, не ценишь. У тебя не связаны какие-то добрые воспоминания с какими-то продуктами. Дети советского времени, особенно перестроечного, такого голодного периода, они, в общем-то, наверное, даже большее счастье получили в своей жизни, чем современные дети, у которых все есть. Почему? Потому что когда у тебя чего-то нет, и ты это очень хочешь, а потом это получаешь, это большая радость. И вот у всех детей это большая радость, это предвкушение, ожидание. И в Советском Союзе оно было постоянно. Оно было постоянно, из постоянного какого-то дефицита долганного. То есть, конечно, во всем везде хорошее и плохое, да. И вот это, что было хорошего тогда. Ну что ж, друзья, рад с вами был пообщаться. Пишите свои комментарии, в том числе давайте обсудим вожделенное ожидание пряников. Жду очень ваших мыслей. С вами был Николай. Пока.